ребят всем привет ну что ж наконец-то выпускаю ролик спустя месяц меня я отсутствовал на ютюбе поэтому не надо заканчивать давай так нормально будет как-то смонтирует ребят спустя месяц я выпускаю ролик потому что не заново не надо выключать ты выключил и так всем привет я отсутствовал на ютюбе ровно месяц как всегда у меня есть небольшие проблемы то колледж то работа то поиском машины я занимался поэтому не было времени вообще на youtube хотел вам заснять я начал снимать влог как я хожу на работу там много надо доснять много было проблем которых я решил много было действий короче все будет во влоге то что касается моей жизни а сейчас мы именно выехали я нашел время и мы выехали снять какую машину я купил были варианты это mercedes 124 или что-то наше купить уже мне папа предлагал или вас 2109 или вас 2199 ну короче рассмотрел все варианты нашел очень много объявлений мы выбрали день поехали это все просмотрели это все в ужаснейшем состоянии там стоит и был конечно вариант но он стоит далеко мариуполе по моему там да все идеально но и в этих писала что все идеально ехать дофига километров чтобы просто глянуть и поехать обратно мы так не хотели ну прошло буквально два дня после того как мы съездили тут ближайшие города просмотрели машины папе звонит друг и предлагает нам вот эту машину что вы сейчас увидеть это ford сиера 18 turbo дизель ребят да надо заниматься надо красить надо посмотреть немного проводку но ребят как раз и контент подлетит все это буду записывать все это будет в частях так что если вам нравится ставьте лайки пишите комментарии ну и смотрим небольшой обзорчик сейчас будет вот так вот ну что ж ребят начнем снежки да тут лежал какой-то ковролин или что и он выгорел и надо красить капот и крыло надо красить я не знаю что они тут делали может они тут же сами что-то пытались красить затирать но он в ужаснейшем состоянии как и значки и некоторые тут есть вмятины но это все мы покажем когда будет часть про по покраску про кузов мы решили покрасить уже всю машину потому что сразу устранить все дефекты и все будет отлично по кузову все идеально ребят таких значительных дыр ничего нет поэтому нам и понравилось все круто дедушка следил на ней ездил дедушка ребят последние три года она стояла просто в гараже поэтому ничего не ездила ничего не ломалась соответственно по двигателю он сделал только капиталку все отлично еще и дофига запчастей нам отдал так что можно будет подделать если что-то не так да будет диагностика двигателя будет диагностика подвески ребят сегодня кстати буду делать итак что по подвеске у нас я немного изучил эту машину поэтому сильно не углублялся ребят это не прям обзор от какого-то там сильнейшего автолюбителя поэтому мне практически не хватает время на вот эти видосы на влоги до углубляюсь в автомобиле люблю ребята почитать посмотреть но сильно так не могу вам рассказать про какую-то деталь из подвески просто знаю что недорогая и независимая подвеска тут стоит очень круто ребят то что задний привод идет кардан и полностью от на газ как на mercedes vito передние вся подвеска вот это она перемещена назад все что стояла спереди они переместили это назад это не просто под это не просто часть так как например на вас сзади подвески а это уже совершенственное мы просто когда с тобой заглянули мы не думали что там такое сейчас я немного показываю оператор подойдет ближе и он камеру туда поддам давай и все если вы увидите может это есть так когда задний привод но мы ну вернее я первый раз увидел его папа не спрашивал что вот такая вот технология так тут находится также бак я его снимал потому что датчик ставил и находится запаска мы багажник будем открывать покажем кстати багажник очень большой что по подвеске я вам то что знал то и рассказал вроде бы все нормально но подстукивают колодки когда едешь на ямах надо разбирать смотреть может кто что держит колодки она может поломалась вообще это как на mercedes vito у нас было все нормально ехали все тихо а потом начали тарактеть потому что поломалась именно такая штука которая держала ну что ж переходим салон салон тоже очень крутом состоянии дедушка ухаживал я немного еще помыл но это еще будет все мыть со специальным моющим сиденья тоже в идеале нет никаких подертости сильных везде ковролин да его надо пропылесосить все нормально заехать на кута химчистку очень удобно есть три регулировки это спинка поднимается опускается это ближе к рулю и так же она опускается если вы маленький то вы можете поднять что в виде всех габариты если вам мало места вы можете его полностью опустить прямо к полу и вам будет удобно так впереди так собственно торпеда гидроусилителя нет так проверну что было видно что мы видим на свидометре это километров в час потом сколько бензина вернее тут солярки температуру солярка кстати ребят не падает на этом автомобиле вы постоянно будете видеть сколько у вас солярки и кстати да поставили датчик но он все равно вы делаются у меня тут практически должно быть пол бака он показывает что почти нет так дальний свет масло поворотники это ручник и и и датчик который говорит нам что что-то случилось в двигателе или где-то еще и тахометр вот все так тут у нас противотуманки задние это я не знаю этот дедушка что-то делал но он его отключил просто кнопка и подогрев заднего стекла тут ничего заглушка можно что-то вмонтировать так это все работает все целенько ребят как в других машинах например любую мы у дедушки и у моего папы тут постоянно они треснуты нету одного кота и палочки вот этой я не знаю что с ними делают но тут все целое вот такой вот руль ребят он очень мягкий буду покупать чехол тут находятся ребят поворотники вправо влево и на дальний свет переключаются и моргайте вы с этой стороны с этой стороны у нас находится свет вы включаете габариты и свет тут у нас полностью регулировка дворников сюда они время выжидается сюда это первое положение второе быстро нажимаете сюда и у вас омывается стекло что еще тут видим печка регулировка и и 33 положение 1 2 3 ой простите ребят я немного приболел тут все целое все целое тут под кассеты ставят ребят машина 90 года тут практически ничего не поломано все в идеале сюда не выпадает ребят единственно но я буду ставить крепление или на воздуховод или на лобовое время показывается датчик накалывание свечей когда вы включаете заживание и он когда тухнет тогда только можете заводить так магнитофон но это уже не родной и также большой карман хороший не достает рычаг когда также пепельница в которой даже ребят когда вы включаете свет есть подсветка и регулировка фар она кстати работает ребят даже на выключенном зажигание только что я крутил они начали подниматься опускаться прикуриватель все работает вот тут ребят на полностью фуловых машинах тут еще ставится стеклоподъемники но в будущем когда я доделаю все по технической и наружной части я тоже установлю сюда стеклоподъемники ручник он также работает тут есть и дальше карманчик такой для задних пассажиров так тут все и рассказал вот такой еще открытый бардачок и закрытый бардачок тут имеется он большой вместительный вот так ребят там тоже светится кстати свет когда включаете свет смотрите вот такие солнцезащитные козырьки свет положение когда он полностью всегда светится когда он постоянно выключен и когда открыты двери и конечно же ребята самое преимущество это автомобиля что есть люк механический правда смотрите сколько положения вот так он закрыт крутите в одну сторону он открывается вверх вот так и конечно же полностью открыть полностью открывается ребят можете у нас вот так вот все и закрываем и еще имеется вот такая вот штуарка к нему сейчас покажу вот очень нравится мне салон ребят немного внешка подхрамывает но это все сделается все по передней части я вам все рассказал вот такая вот заднего вида зеркало поднимается опускается все оригинальное все что ставили на заводе ничего не снималась дедушка следил также что тут механические механическая регулировка зеркал и также есть центральный замок внутренний и наружный вы когда засовывать ее туда закрывается все двери но сейчас у нас они закрыты они я закрыл под поэтому что они закрыты эта дверь они закрылись и открылись это значит что не закрыта дверь можно закрыть отсюда можно закрыть оттуда и не рассказал тут регулировка у нас подсветки торпеды вот такой вот ребят ключ тут необычный один надо будет делать дубликат все ребят тут все переходим мы назад а и да есть небольшой минус педали педали очень близко размещены между собой поэтому тут можете перепутать газ и тормоз вот рядом или можете нажимать их вместе поэтому надо привыкать я когда с папиной машины пересел сюда мне было неудобно что они так рядом находятся все переходим назад сзади ребят это просто я не перестану нахваливать этот салон он просто такой удобный ребят тут во первых место волховский салон просто удобно вы садитесь и это я не знаю как даже передать это вообще круто просторно вы садитесь у вас все ложится как надо есть еще расстояние между но это можно еще отодвинуть потому что у меня там очень много мест на бренду тут отодвинутая себя отодвинул потому что чтобы меня там просторно было но это практически отодвинута на пол на полную сюда вот так вот ручки все ценненько ребят три ремня безопасности на каждого человека ребят и просто смотрите все предназначено с салона все целенькая все сюда чтоб не давила вам жопу все просто мягенький тут полностью целая кровать ребят вообще круто и кстати да можно сделать отсюда кровать сейчас перенесемся в багажнике я вам все расскажу вот такие вот шторки все механическом все открывается также монтированы радио антенна стекло вот эти полоски это радио ребят вот видите вот так две колонки колонки оригинальные они не менялись просто когда я залез в этот салон я хотел ее купить просто из-за салона из-за того что тут все ценненько все все работает есть до туннель а ребят потому что за вот минус задних заднеприводных машин то что есть туннель под кардан что тут имеется такое же самое имеется и на той стороне ручка механической подъем опускания стека но тут просто ребят опускается но в кайф чтобы опускаться что поднимается очень легко все круто и в пепельнице и там и там все работает под рукой вы сели тут на дальнее расстояние если ехать вообще тут кайфовать может так и конечно же забыл рассказать что тут даже регулируется под ваш рост ремни безопасности вверх вниз вот так все перемещаемся кстати багажник и лючок бензобака открывается салона он находится вот тут вот сейчас вам покажу что оператор не ходил закрывается открывается эти просто дизельный вид искусства проекта практически вот видите вверх понимаете открылся багажник вниз открылся лючок двери можно просто закрывать одним пальцем вообще круто так завода ребят завода идут затемненные стопаки да вообще где вы такое видели подсветка номера стоит на бампере вот все логотипы ford сиера 18 turbo дизель так значок тоже выцвел тут вот просто поднимаете вот так у меня как всегда тут небольшой страч вода потому что ребят вода в таких машинах должна быть всегда инструментальный ящик это тоже так даже есть огнетушитель ребят огнетушитель который шел с салона тут находится свет также загорается когда открываете ребят и тут находится подъемник машины вот тоже оригинальный все все как должно быть ребят ничего не перемещалась и под ковролином у нас запаска еще да вот так вот если версия на бензине то вы сюда можете установить низовый баллон да ребят идут и на бензине и на дизеле такие автомобили только там объемы другие на бензине 2 объем и смотрите я рассказывал как можно сделать диван и спать просто вот такие защелки раз-два и перемещаемся за день опять назад ребят смотрите просто опускается и у вас уже багажник он и так большой а теперь он просто огромезно ребят вы можете поместить сюда и не знаю что можно возить что угодно и так же кинут матрас и у вас двухспальная кровать вот так вот вот так они поднимаются опускаются защелках все работает ребят все защелкнулась да вот такой вот багажник не знаю сколько литров я вам с самого начала не говорю что они уникал сильно в литражи все фигню вот эту так что это можете почитать или посмотреть обзор от обзоров таких дофигищ я вам просто рассказываю что я купил и что за неделю я про нее узнал так так идем дальше вот литер бензобака у нас открылся все четенько вот так все идеально все ребят вот такой вот небольшой обзорчик я думаю вам понравилось все чтобы уделаться с этой машиной буду вылаживать если вам зайдет такая тема пишите конечно комментарии я каждый комментарий читаю думаю вам зайдет пока что эта машина имеет вот такой вот не сильно красивый вид но я думаю когда мы сделаем до работы много работы честно скажу много делать надо будет много влаживать много я завел блокнот написал все туда запчасти которые надо купить все что надо сделать и потихоньку своими силами не в сто я буду самое делать так что вот так вот все турбина тут простая ребят без электроники я был удивлен а да кстати покажем двигатель я практически все показал и кстати да тут еще стоят лампы накалывания на фарах да нет двигатель открывается а да давай я покажу открывается капот вот тут вот вот такое решение кстати немцы делают эти фарды если кто не знал ребят кто знает молодцы просто и также серво руль опускается это и он опускаться поднимается у меня такая комплектация есть еще что он выдвигается и туда-сюда задвигается вот так а еще вот такой вот три два положения такой карманчик да и вот еще карман чего может я что-то забыл буду вам по мере ремонта буду все рассказывать также туда очень легко все опускается поднимается и тут карманчики до лампа накалывания продолжим стоят тут очень хороший свет белый и еще также можно установить противотуманки противотуманки есть сзади включаются на стопаках и противотуманки тут ножи но тут просто ламп нет буду включать вот так вот открывается и мы увидим сразу логотип 18 дизель с срет ребят под крышки клапанов надо менять прокладку вот так дофига ремней тут ребят наружных 2 и еще два под защитой у меня дофига их есть на замену отдал тот хозяин так что да и клапана с выбор выборками если ремень какой-то порвется то у вас не погнутся клапана там все вот это не будет этого просто поставили на метки заново когда порвался отделе и поехали дальше двигателю ничего не будет это хромничный плюс дай покажу в турбину вот турбина ребят находится это не вращайте внимание на трубку это просто дедушка что-то делал не знаю она отключена найдет полностью машину и какой-то сапун был я не знаю но я сегодня когда буду заниматься машиной и вытащу оттуда вот там турбина вот срет ребят под крышки клапанов надо менять прокладку и ну что помпа что еще раз я думаю все автолюбители все знают и он так просто для новичков ребят я не снимаю обзор поэтому ничего не узнаете лучше переходите до каких-то прям специалистов свечи накалывания тут вот стоят такие щуп вот так и подкачка да ребят есть подкачка солярки это тоже очень круто на дизельных автомобилях да ребят еще отключен датчик вентиляторов на тасол тут сейчас залито водах так что будем все переделывать много чего не работает например вентиляторы например надо посмотреть вот проводку 2 вот этот датчик отключен на топливную вот топливная датчик то что когда на холодную заводишь он там добавляет как надо солярки и так далее короче он отключен надо все смотреть есть книжки даже ребят которые шли с автосалона и и по книжкам ребят можно все восстановить все сделать круто в прежнем состоянии по двигателю вообще ничего не делалось ребят я говорю что буквально две недели назад я купил она купила она постояла у меня не ездила сейчас так как дела выезжаю туда-то сюда и буду так по ходу делать делать короче как то так сейчас закроем движок и досними уже ребят концовку тоже замки тут закрылась вот такой автомобиль 1 мой автомобиль я думаю конечно будет хуже но вот так вот вышло ну и конечно думал что будет лучше будем делать сначала потом будет будем тюнить потом продадим купим что-то новое вот так каждую машину ребят мы с папой делали и она получалась вообще крутая так что вы сейчас видите как марседес vito как соболь мы делали про соболь у меня есть все части ребят можете перейти посмотреть от варк ну что ребят подводим итоги такой автомобиль будем делать все будет на канале заканчиваем это видео скоро будет влог скоро будет части по этому автомобилю будет все выходить канал не умер так что продолжаем двигаться вперед также будет конечно задержка потому что я хожу на работу там очень много времени тратится и на автомобиль буду кидать очень много времени так что буду монтировать ночью буду выкладывать все ну короче все будет смотреть переходите в инстаграм там кстати истории выходит каждый день практически про автомобиль про все про работу там можете все посмотреть и переходите в телегу там будет уведомление про видео когда она будет что со мной вообще короче все можете посмотреть телеги и в инстаграме буду рад вас там видеть отвечу на все смс и которые придут в инсту потому что мне очень приходит много от подписчиков всем отвечаю ребят так что не пишите в комментарии лучше переходите в инсту и в директ коменты я редко читаю но отвечаю бывает захожу и теряю там час просто все ребят спасибо за просмотр может что-то не так где-то рассказал что-то забыл надо понять и простить будет все изучаться да я и так очень еще такой скажем начинающий и уже столько знаю например вот оператор это практически моего роста твой рост практически моего возраста и он практически об автомобилях ничего не знает короче когда так спасибо за просмотр всем пока до следующей встречи субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 по двигателю вообще ничего не делалось ребят, я же говорю, что буквально две недели назад я ее купил она еще купила, она постояла у меня и не ездила, а сейчас так как дела, выезжаю то туда, то сюда и буду так по ходу делать короче, как-то так сейчас закроем движок и доснимем уже, ребят консолку тоже в замкиду так все